для чего мы вам сегодня здесь нужны в ногинске расскажите пожалуйста саш начни наверное ты что с вами случилось 1 июля этого года когда выходили в магазин рано благодарить рано а мы в цирк цирк пришли да у вас лучше клуна до в мире считается народ всем привет с вами как всегда клуб патриот сегодня мы находимся славном подмосковном городе на гинске к нам обратилась местная жительница нами здесь сегодня просрочка патруль киров алекс рассрочка патруль санкт-петербург антон бабаев и обратилась к нам местная жительница зовут ее лидия лидия здравствуйте расскажите пожалуйста что вас побудило как нашу подписчицу обратиться к нам на электронную почту и вообще для чего мы вам сегодня здесь нужны в ногинске что у вас произошло расскажите пожалуйста зрителям меня возмутила ситуация моя дочь насмотревшись вашего канала изучив статьи туда и в общем решил поиграть в робин год тоже пойти также посмотреть действительно ли ваше видео правдило и действительно ли в магазинах как вы утверждаете просрочка на вас всегда наговаривает что вы приносите с собой я пошла с подружкой в ближайшую пятерочку но она не приносила с собой ничего да нет они абсолютно с пустыми руками девочки были даже без сумок без пакетов вообще без всего правильно тоже у иногда умудряемся с их слов 3 телеги просрочки принести так дальше девочки пошли 13 лет девчонкам девочки пошли проверить действительно ли с собой приносите или нет когда это было сразу 1 июля 1 июля этого года 2020 год вот они пошли нашли нам от 0 то есть для грудничков помятую банку и напиток фани не фани не помню с мякотью короче тоже детский несколько штук они были просрочены и они настолько были или хранение такое я не знаю короче какие черные высшие опарыши там аж плавали это видимо мякоти или на солнце не стоит тоже в манах в манах или в других уже нет прозрачная банка в общем она позвонила мне я сказала упаси господь тебя обидят он дяди никто обижают в магазинах поставь обратно все на полке вот и шуруй короче оттуда из магазина они когда выставляли обратно все на полке к ним подошел охранник и матом через лять начал их толкают плечо выгонять девчонки еще камеру не успели на телефоне выключить вот и сказал что это не библиотека шуруйте отсюда магазин можно ходить только с родителями вот она мне пожаловалась мама лида очень рассердилась и на следующий день мы пошли нашли кучу просрочки ну как пол тележка кучу пол тележки и я пожаловалась на тот момент было по моему на представилась администратором лили она принесла извинения спросила почему охранник поступил почему он выгонял все-таки у него получилось их выгнать детей да он выгнал выгнал прям силой выгнал да 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 или принесла изведение объяснила но она спросила из-за чего на какой почве он их выгонял и потому что ничего не покупает это его слова если вы ничего не покупаете идите отсюда нечего в магазин и ходить тогда ну да я слышал там он говорит еще в видео если не дай бог вы там пришли ничего не купить я рад расцениваю вообще как принуждение к сделке это второе уже видео это от 2 июля это когда мы вместе были мы сделали вид что мы не вместе и вот он к ним подошел сказал вы опять здесь если вы опять ничего не купите короче молите бога что я этого него не увижу вы смотаетесь быстрее чем я увижу вы не сделали покупки я также интересует вопрос почему администратор лили принесла извинения она же не выгоняла девочек на улицу погонял охранник применяя грубую как я понимаю физическую силу он когда я позвала лили очень быстро смотался подсобку она его вызывать не стала я тоже не стала в это вникать самые просто заставил ее то что мы нашли просрочку всю при мне разрезать а я пробила вот я пробила этот мятый нан я пробила эти мангем он наверное маннан этот манн таллическая банк я пробила их пробила эти соки это то что вот с черными червяками какими-то там вот остальные просто . не стала пробивать я и показала чем на данный момент в итоге все закончилось показали момент вот понедельник ранее раз было я вам фотографии присылала я значит 7 штук красные рыбы наказывали торговое предприятие каким-либо образом может быть обращались в роспотребнадзор может вызывали сотрудник полиции чтобы оформляли передавать ну то есть вашу дочку получается обидели в этом магазине а вы еще за это пришли им помогли просрочку что ли с полок снять получается так есть желание наказать как-то торговое предприятие может охранника я не знаю там или не там сейчас какой-то такой форме как довоенные такого ну давайте он непосредственно участников событий спросим у девочек еще итак привет давай знакомиться меня ты наверное знаешь саша клуб патриот как как тебя зовут тоже саша расскажи пожалуйста это твоя подруга да расскажите пожалуйста саш начни наверно ты что с вами случилось 1 июля этого года когда выходили в магазин пятерочку какой там адрес 14 а мы решили сходить магазин сходили посмотреть на даты увидели просрочку засняли я решил позвонить маме спросить ну перепроверить даты мало ли они неправильные мы просто сейчас засняли все все просрочное мы так-то не рыскались просто увидели засняли и ушли мы собирались уходить уже все раскладывали нам подошел охранник сказал что вот делайте уже собираетесь ходить мы сказали что да вот ну мы просто хотели купить продукты но нашли просрочную нам сказали что не нужно уже покупать продукты начал нас выгонять ну уже сзади нас а как он как он выгонял он сказал девочки пожалуйста уйдите из магазина или что он сделал он просто подошел сказали что уже все уходите все перечитали потому что когда мы читали смотрели товар он к нам мы вот в одном отделе там был отдел мы стояли около детского питания чьи мы уже посмотрели и он взял какую-то бутылку которую мы уже брали посмотрел спросил а вы вам не надоело это все читать мы сказали нет мы просто хотим посмотреть продукты вот и он нам выталкивал сказали все уже не приходите приходите только с родителями это не библиотека чтобы тут читать вот он у нас подталкивал плечами и ну я уже успела включить камеру тоже это сердце на видео как он это все говорил мы вышли из магазина и ушли домой как к происходящему к действиям со стороны охранника отнеслись остальные работники магазина продавцы кассиры они видели все это просто наблюдали или их вообще не было никого кассиры видели все может быть там один там одна касса или два но это рядом недалеко отказ было они все наверняка видели слышали но сделали вид что не видели а нет есть что еще добавить по этой ситуации охранника этого когда последний раз там видели последний раз но мы как-то ходили еще несколько раз видели его некоторые дни вообще не было я думаю надо навестить пятерочку так ну вот мы приехали в эту пятерочку ничего бойцы готовы подрастающие поколение блогеров директор магазина канавалов антон витальевич вот он антон витальевич супервайзер муханова елена антошка здоровая лена где только что было где-то скажи пожалуйста антошка антошка к тебе обращаюсь лена здесь муханова сейчас только что было она далеко не у меня антошка тебя по-другому зовут как а сергей там просто написано антон ну это антон директор а ты его жилетку просто нацепил можно ясно я думал это антошка стоит уханове нет только что отсюда фотка выходила да и был кассир говорит спб ваша она говорит да я не видел ясно антошка работа сегодня или прогуливает а за него еще кто а ясно и сережа поздно 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 пытаешься тут предупреждать чтобы договор публичная афер нарушали вот зачем вы представляете вот она сейчас хорошая девчонка века а сейчас нарушит договор публичной аферты оплатить нет и не антон стопаны штраф будут она лично если пробьет над которую подставляешь надо мое время тратить надо делать то что делать а мне все равно я это взял прилавка я это взял нет не сможете значит вы несоответственно моим должности пишите заявление по собственному все равно же купили я вас уже купил узнать товар товар мы поставили обратно я это выбрал для покупка века я это выбрал для покупки вы обязаны мне продать то что я взял прилавка об этом закон говорит чё чувствуешь кассир подставляешь она штраф сейчас будет за договор публичной аферты платить не антон не штопанный антон какой возврат я желаю купить то что взял на прилавке мне нарушают мои права кассир что сказал и нарушать мои права этот товар просроченными я видел да видел я же каждый говно покупаю вот у вас решил тоже купить не торговать да вы торгуете вот у меня человек есть у него человек есть тогда мы вам можем сделать я еще не прошу возврат ты чё с этой нас был начать все смысл подставлять вот ее под штраф 999 пухлят по спеццены бабочки зачем вы мой документы оплаты передали третьему лицу третьему я взял ты взял между годами дальше мы пробивать просроченный товар не хочу дискриминация получается мне продали а им не продали а он а пробивает там же там же в сроках есть вы хотели купить мне только что пробил говорит пробивай а этому не пробивает он все рожи не вышел или из-за того что очки носит рано благодарить рано но это до сегодня это говорю на костре жарить нормально сегодня там же написано 29 до 29 8 29 торт забери вам скрытый не ликвид короче не кондиция был как имеется нашел в этом моряку можешь урожу кинуть вот это то о чем я мечтал ананас на гинске блин здесь пятерки есть здесь покрыты плесенью абсолютно весь здесь короче работают люди декори много здесь просрочка что не говорит вот защитник тухлятина и говнеца просрочить не в любом не надо даже может у них у них в любом вот серьезно в любом любом нормально не нормально а если это ненормально с этим то есть это проблема потребителя ты хочешь сказать директор лиц или мало получает и это проблема тех тех и это проблема тех детей которые детскую просрочку из-за таких как они извини пожалуйста у меня жена приходит магазин она всегда просмотрит просрочку она ждет себя срок годности одна работа в магазине смотрит просрочку или как покупатель приходит на перекрестке работа ясно поэтому и смотрит то узнаете таким годом в магазинах когда покупатель приходит они не всегда успевают я сам работал в этом а я сам работаю разве это проблема покупатели которые на это отдают деньги которые кормят отравы твоих людей своих детей разве это проблема и когда а знаешь ли ты что по центральному административному округу города москва только за последний месяц четыре ребенка из такого детского питания попали реанимацию и один из них витальность это очень да что очень плохо поэтому вот такой салар момент у нас у мам глаз нету тоже очень немного смотреть срок владельцы с ослабленным зрением скупают есть молодые мамы слепые без реального вида вот а есть нас кассиры которые защищают свой тухлый притон активно защищают свой тухлый притон и говорят покупателям терпилом защитникам просрочки большое большое спасибо говорят сам что думаешь сырой по всему поют поводу не так видимо 2 2 телеги сейчас париться еще больше найдем 3 внимательно держать серёж знаешь почему мы на самом деле приехали не догадываюсь точно он налево посмотрел никого не знаю пусть заходит серёж предлагаю сейчас позвонить антону кто приехал муханова елене это означает только одно что ты не подписан на канал клуб патриот и я нажал на долбанный колокол чтобы быть в курсе а девочек несовершеннолетних и одну маму одной из них мамы присутствует это оскорбило такое отношение к детям только за шиворот выкидывают детей но это вообще на пиз начинается отгадай загадку слова и на 10 заканчивается директор в отпуске находится к сожалению сейчас физически не может здесь оказаться супер вайдер под приезжают она тоже сейчас физически здесь не может за что она физически не бывает а хранитель этого мы поменяли сразу же как-то к жалобу видели нет все равно что поменяли потому что понимаете что он работал не от нашей организации пусть руководство вот будет хорошим сегодня уроком чтобы руководство либо своих охранников на немало которые будут при агроторг работать либо либо будет тщательно контролировать кого ставят охранником на свои же предприятия на те самые сторонние организации а это супервайзер подумал что что-то умный сказал обращаться в пресс-службу вот они граждане они в какую пресс-службу должны обращаться хорошо а зачем горячая линия они сейчас приедут здесь ответственное лицо по магазину без вазелина от имеют за эту просрочку за ситуацию а горячая линия зачем я так не пойму жалобу это не жалоба сереж эта уголовка здесь попахивает причем юрлицо наша нарушила права малолетних детей их мамы еще одновременно юрлицо данном случае у агроторг вот при чем горячая линия горячая линия создана только для того чтобы охладить пыл там разозлившегося клиента покупателя вот так далее ну ладно раз такая там елена не острая хорошо передай ей мои соболезнования лет салют а мы в цирк цирк пришли да у вас лучше клу надо в мире считается слушай все надо мне наказки надо пиар отдел вашего тухлопритона а что ты хотел поближе познакомиться спасибо у меня есть любимая девушка чувак я не такой не вопрос хорошо 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 о какой кассир с какими наклонностями иди похавать у кличка чё да без тебя разберемся намекает на то что мы должны быть много ближе знакомы с какими он наклонностями те точно можно работать пятерочки вроде в пятерочке нет подшканарного отдела конечно я не собираюсь с тобой общаться ты чё зашквар с тобой общаться фу здрасте вызывал я лично да на видео смотрите я не могу понять кто передо мной или человека похожего на сотрудника полиции до номер у вас мой записан просто так подошли капитан или капитан бесспор не понимаю здравствуйте капитан оперуполномоченный уголовного роста второго отдела полиции поговорим о том что не валили теперь очень при очень приятно скажу наталья валерьевна вот то есть вот про это говорил именно так сотрудники полиции должны выполнять герой закон номер 3 статью 5 пункт 4 я им просто разъясняю одновременно вы не против наталья валерьевна наталья валерьевна усматриваем признаки административных правонарушений усматриваем признаки преступления согласно 238 статье уголовного кодекса части 2 пункта именно б дело касается товаров для детей возрасте до 6 лет с истекшими сроками годности не соответствующих требованиям безопасности то есть вот это все детское вот эта стопка сока в жейсом тоже детское остальное обычная административка 14.4 мы наталья валерь на просим сделать это все нам было куплено есть чеки мы наталья валерь на вас просим сделать осмотр места происшествия и по подведомственности согласно 879 приказу министра мвд передать по подведомственности в роспотребнадзор территориальный роспотребнадзор и следственный комитет чей мы проход загородили а служебных выходов нет ты не задний проход загородил алекс ты передний проход загородил что происходит кошмар это у нас пекарня тесто место сделано с душой хомя тоже от души не вижу что того что вы отказались от подписи а поставили печать все равно привлекать понятых к осмотру просто когда мне либо либо непрерывное видео должно быть чтобы роспотребнадзор мог именно привлечь на мою пусть иного оксана виктори наталья пустила быть понятым заинтересованным аффилированным лицом так как протокол о просрочке в пятерочке требуется смотреть цен не может тут например стоять там ознакомливаться с наименованием товара с ценой смысле выходи отсюда сама иди вот туда откуда пришла минус отдел так аптека открылась всего доброго до свидания оксанка хулиганка не хулигань делиться еще какая у нас здесь красота давайте дружно пятерочка отравляет уважаемые покупатели будьте осторожны в данном магазине идет реализация товаров с истёгшим сроком годность внимание данном магазине торгуют просрочкой просрочкой да щас разбегись давайте давайте привлечь к ответственности лиц руководствующих лиц руководствующих в магазине пятерочка как лиц каких еще раз руководствующих на генскую улицу юбилейная 14 или 16 16 16 никому надо поинтересоваться оксана 14 или 16 не знаю не знаю не знаю говорит какие наработка это не знает которые осуществляют торговлю товарами с истекшими сроками годности для детского питания усматриваю признаки административного правонарушения согласно 14.4 коап а также признаки преступления согласно 238 ук рф пытались казаться оконченными чмошниками имбецилами но пытались казаться по моему мнению я же с моих слов пишу заявление правильно диктую вам безмозглыми и безграмотными не знающими действующее законодательство рф существами что по моему мнению оскорбляет человеческую нравственность и достоинство запятая хотя я полагаю что эти граждане не страдают отсутствием мозга запятая мозг по моему мнению у них есть запятая хоть и в количестве примерно 5 процентов от положенного отсутствие мозга хотя я считаю материал прошу направить территориальный отдел роспотребнадзор часть коллектива данные данного торгового предприятия изо всех сил пытались казаться оконченными что-то есть нецензурные фразы в смысле нецензурные нецензурные это то слово из трех букв то слово из пяти букв например которые я не буду употреблять они цензурные я просто выражаю свое мнение ну что там идет слова указаны вам ну читайте если читаете какие пытались казаться я же не говорю что они такие являются только такими реально являются я не эксперт же по моему мнению безо всех сил пытались казаться я же имею право это изложить в своем заявлении дай молодым дорогу поставьте пожалуйста вашу подпись вот здесь пожалуйста подпись заявителя видите у нас сказается о подписи справится решение установленного образца и вот здесь подпись заявителя по госту каком должна быть Наталья Валерьевна ну я просто не знаю как вы расписываете же я не знаю что она принадлежит вам или нет ну приехала девушка на какой-то Infiniti дорогащая машина нет Opel серый кто кто приехал девушка вот это супервайзер супервайзер на Infiniti нет нет на Opel кто там на Infiniti на Infiniti вот эта вот кепка синемайки а на синемайки это тоже синемайки это кто директор походу нет это пухленький оттанк пухдой вот это директор общаетесь с директором вот это слева директор да да в зеленом да и сюда же к ним еще подъехала Opel что вот эта машина сейчас завелась не вижу Octavia вот за ней супервайзер на сервере на Opel стояла уехала быстро Антошка а Лен ты куда уже уехала? Лен ты куда уже уехала? я просто рабочий день закончился да ну а Лена то уехала у нее рабочий день закончился? я не знаю я не могу не сказать вот никто ничего не может сказать вот что такое происходит где Наталья Валерьевна? Антон Наталья Валерьевна ну а когда про волос пятерочки поет как считаешь, Вик, это нормально? волос пятерочки вот это хорошо, да, про волос пятерочки петь нашел я его Наталья Валерьевна он там какие-то тачки подъезжали подъезжал, как мы полагаем, директор, супервайзер уже уехали, вот этот зам там стоит с кем-то, что-то перетирает по-русски говоря вот, я говорю, куда спрятался он? да у меня как бы рабочий день закончился вот так он пытается говорить Внимание, в магазине торгуют просроченными товарами уважаемые покупатели будьте осторожны в данном магазине идет реализация товаров с истекшим сроком годности так, ну здесь у нас объяснение дает зам директора магазина так, ну а здесь я только что помог Лидии написать заявление на охранника помог ей сформулировать по поводу того, что охранник выгнал ее дочь из магазина зам директора написала расписку об ответственном хранении по окончании сроков проведения проверки вы имеете право ознакомиться с теми хорошо, я переформулирую свой вопрос вы обязали представить торговое предприятие об ответственном хранении? все необходимые мероприятия вы отказываетесь сейчас сообщить мне о принятых мерах? на вашем вопросе я отказываюсь отказываетесь отказываетесь? ну замечательно, мне в принципе достаточно форму обращения в управление МВД по Московской области я прикреплю, ссылка в описании ребят пишем капитан Пономарева Наталья Валерьевна так, ну вот народ, собственно завершил наш рейд в эту пятерочку где охранники распускают руки на детей довезли мы Лидию обратно домой на такси сейчас сами тоже берем такси, едем обратно в Москву Лидия, рады были побывать в вашем красивом зеленом городе ну спасибо, конечно же, что пригласили нас вам огромнейшее спасибо мной даже не стали бы заниматься вообще держите нас обязательно в курсе мы будем следить за развитием событий по возможности будем освещать данную ситуацию и помните, зло не должно оставаться без наказанного да, я уж надеюсь, что вы меня не бросите ну нет, зачем нам вас бросать всего доброго, мы тогда поедем, Лидия до свидания спасибо огромное берегите дочь она у вас растет общественно активным человеком всё трус вот здесь